Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. И когда спрашивают о том, когда все закончится, кто виноват, вечные вопросы, что делать и кто виноват, это русские люди по всякому поводу пытаются ответить на эти вопросы. И вместо того, чтобы заниматься делом, обычно пытаются очень красиво, по-философски на все ответить. Так вот, кто виноват, допустим? Кто виноват, что вот такое положение в Австралии сложилось? И мы знаем, что корнобесие это что-то откуда-то там сверху, мировая закулиса. Это как делается? Это снятие с себя ответственности. То есть виноват не ты, виноват ты кто-то там, выше. И те, кто самые высокие, то же самое говорят выше. А выше, в общем-то, только бог. Его тоже нет, но кто-то им тоже виноват. Когда мы говорим о мировой закулисе, да, это безусловно, кто-то имеет выгоду. Но очень многие вещи не объясняются тем, что делает какая-то мировая закулиса. И она не может делать это сама. Она делает это через кого-то. Правительство Австралии. Ну, возможно. Но дело в том, что все остальные правительства делают то же самое. И опять-таки правительство, ну, по идее, оно избирается демократическим путем. И кто же на самом деле виноват вот в этом положении? А в этом положении виноват австралийский народ. И не надо говорить о том, что вот кто-то там сверху что-то спустил. Австралийский народ не хочет иммигрантов, потому что ему об этом говорят. Ну, ему говорят, потому что правители нашей страны, допустим, та же самая либеральная партия, Скотт Моррисон, Джошуа Фрайденберг, они говорят, что нам надо меньше иммигрантов. Но они почему говорят? Потому что народ это так считает. А народу внушили средства массовой информации. А средства массовой информации под контролем этих людей. Короче говоря, замкнутый круг. Но он легко разрывается, если думать нашему народу, и тогда как бы все будет нормально. То же самое касается и вот этого вот коронабесия. Посмотрите, люди до последнего не носят маски, до последнего сопротивляются. Значит, если бы они верили в пользу масок, они бы эти маски надевали даже когда это, собственно говоря, и не нужно. Кто-то так, в принципе, и делает, но опять-таки на грани дебилизма. То есть, какой смысл одевать маску в собственном автомобиле? Вообще они как бы... Ну ладно, бог с ним. Смысл в том, что именно народ виноват во всех вот этих вот бедствиях. И в бедствиях русского там или российских народов, украинских там, постсоветских, тоже виноват народ. Вы скажете, что нет. А вот и нет, а вот и нет. Я все-таки прав. Почему? Потому что я был депутатом, когда еще в начале 90-х я... Самый молодой вообще за всю историю депутат, по крайней мере на тот момент своего городского совета. Когда я обходил своих избирателей, я понял одну страшную мысль, одну новость, одну истину. Мы выслужили, в принципе, вот все эти проблемы, которые мы имели, потому что это инфантильность, это такой очень короткий взгляд, да. Это близорукость, это стремление урвать для себя и плевать там на общественное благо и на благо других. Она сформировала вот такой вот народ, но дело в том, что австралийский народ, он, собственно говоря, точно такой же. Он, на мой взгляд, ничем не отличается. И это следствие низкого уровня образования, это следствие промытости мозгов, это следствие косности какое-то мышление, и это следствие все-таки желания все урвать для себя. И какие-то проблемы тех же самых эмигрантов никого не волнуют, проблемы каких-то стран где-то за рубежом там тоже особо не волнуют. Когда это все обращается внутрь, вот допустим, простейший пример, да. Ну, поругались мы с Китаем, а отлично, у нас такой классный бифий такой у нас, Скотт Моррисон. А когда потом ни хрена никто не покупает наши комморити, никто не готов брать столько много и платить такую цену, как Китай, Китайская Народная Республика, мы вдруг разводим руками, а как же так, а почему они не покупают, а почему они вообще должны что-то наше покупать. Если мы от этого страдаем, а мы те люди, которые задираем их, ну, соответственно, мы получаем по полной программе. Ну, как бы, я так к этому готов, я понимаю последствия, ну, если народу хочется, как бы, поконфронтовать, да, противостоять Китаю, не проблема, мы должны просто думать о последствиях, ну, должны быть к этому готовы все. А они не могут. И вот здесь докладывается главная наша надежда, дорогие друзья. Наша надежда на то, что вот эти вот наши австралийцы, которые говорят, докрыть границы, нехрен этой китайской заразе сюда приезжать. Давайте, когда он не сможет выплачивать Моги и Чипотеку, когда ему не сможет купить новый автомобиль, когда он не сможет выплачивать деньги на ремонт и просто простой своей яхты, когда он не сможет купить какие-то вещи за 10 долларов и будет их покупать до 50, вот тогда он будет чесать свою репу. То есть, фактически, мы должны приветствовать обнищание, падение нашей экономики, обнищание нашего народа. Ладно, бог с ним, с экономикой, хотя это взаимосвязано. Главное, чтобы этот народ стал жить хуже. Когда он станет жить хуже, он, ну, может быть, у него и не хватит ума, но он придет своим депутатам на избирательные вот эти вот избирательные участки, или она в эти электроотофисы, или у нас есть места, где мы там собираемся, все члены парламента с их активистами там и избирателями, ну, там, членами партии в каких-то маленьких локальных ячейках. И этот народ задаст вопрос, слушай, а что делать, что, как бы, блин, хреново, я без жилья, скоро останусь, у меня, как бы, мечтал там о машине, ничего не будет, что-то надо делать. И тогда, тогда, может быть, если мы говорим про демократический путь, то вот, как бы, все изменится, эти, как, вот простой пример, Джоэл Фитцгиббон, да, это нам известный, дай бог, в скором времени, очень известный нам депутат. У него был конфликт интересов. С одной стороны, либористы против угля, против, а с другой стороны, работы не будет. И народ сказал, слушай, ты, либорист, как бы, мы тебя любим, все, но ты на следующих выборах идешь нахрен, если не поддержат нас за то, что, значит, чтобы работа, чтобы уголь добывали, чтобы работа у нас была. И он пошел против партии. То же самое произойдет и с правительством, если людям станет жить плохо. Я, кстати, один из этих людей, и, ну, скажем так, надо, чтобы и мне, и всем, ну, я понимаю, я буду бороться за то, чтобы открыли границы, за то, чтобы ехали студенты и так далее. Это понятно, это же моя работа, да. Вот, но надо, чтобы все люди в Австралии поняли, что закрыты границы, в лучшем случае лапу сосешь. Это лапу, это в лучшем случае. Вот, открыты границы, пожалуйста, выплачиваешь ипотеку, покупаешь новую машину, твоя яхта, все окей, можно не ездить, все, она помыта, зарегистрирована, и ты заплатил, да, ее простой там на этом, на марине. Все. Вот, когда такая ситуация возникнет, все наши проблемы решатся, потому что все остальное, это надуманное, это все просто ерунда. Пока австралийский, грубо говоря, избиратель, налогоплательщик на своей собственной шкуре не испытает проблем, ничего не изменится. Будут крики за закрытие границ, за то, что нахрен нам нужны эмигранты, пускай они убираются до этого момента, как только им станет хреново. И опять-таки должно стать очень хреново, потому что австралийцы, народ, скажем так, в средней своей массе непритязательный. Они будут как и жить в более худших, может быть, условиях, но до какой-то степени. Вот это самое, дорогие друзья, главное. Нам надо подождать, когда жизнь в Австралии станет хуже. И это будет временно. Откроются границы, до какой-то степени вернется поток временных эмигрантов. Речь идет о том, что постоянную визу хотят ограничить, ну, 20-30 тысяч, как Леша Чухунов говорил, вот, до этой цели дойдут. Мы попадем в эти 20-30 тысяч. Мы знаем, как это делать. А вот против temporary visa они никогда не выступали. Почему? Да потому что кто-то за них должен делать все грязную работу, кто-то должен учиться в их институтах, получая абсолютно никчемное и ненужное образование. Кто-то должен учить английский, который, ну, вообще-то их родной язык, еще бы они не умели учить английскому языку. Хотя тоже, кстати, есть вопросы. Вот. Нужны туристы, которые будут за то, что, ой, боже мой, какие горы, ну, какие горы, горы и горы, блин. Ой, какой бы, смотрите, какой песок, какой океан, и чего? Это просто песок и океан, который тут сотни миллионов лет, как бы, а за это деньги платят. Конечно, вот таким образом деньги зарабатывать легко. Вот, соответственно, они должны вернуться к этому положению, они должны ощутить, люди австралийцы должны ощутить, мы должны ощутить на себе все тяготы. И тогда все будет нормально, потому что именно народ, именно мы, обычные избиратели, и являемся главным виновником всего этого корнобесия. Спасибо. Спасибо.